В Тверском микрорайоне Мигалоу появился новый сквер. Там есть и вымощенные плиткой дорожки, и новые лавочки, элементы детской площадки и фонари. Но главная изюминка нового общественного пространства — легендарный самолет МиГ-23. В открытии принял участие губернатор и главнокомандующий военно-транспортной авиации. Истребитель МиГ-23 разработан в конце 60-х годов прошлого века. Самолет стал новой ступенью в истории советской авиации из-за многочисленных новшеств. Долгие годы самолет являлся визитной карточкой ВВС СССР и поставлялся в армии других стран. Кроме того, он заложил основу для будущих разработок отечественных авиастроителей. Когда-то этот самолет эксплуатировался в Польше. После вывода советских войск находился в одном из воинских подразделений Центральной России. А теперь это памятник в Твери. Прежде чем истребитель попал на постамент, его отремонтировали мигаловские авиаторы. Во время ремонта МиГ-23 покрасили и зафиксировали всю механизацию крыльев, а также горизонтальных и вертикальных стабилизаторов. Затем его установили в сквере. На постамент самолет водружали с помощью крана, а после этого присоединили крылья. В установке памятника участвовали военные специалисты и представители коммунальных служб города. Напомним, что в Мигалове базируется прославленная 12-я гвардейская военно-транспортная авиационная минская дивизия и 196-й военно-транспортный авиаполк. В микрорайоне проживает много семей военнослужащих, которые каждый день поднимаются в небо, чтобы защитить безопасность страны. И об этом будет напоминать установленный истребитель МиГ-23. Мне кажется, это очень символично и более чем полезно воспитание молодежи с точки зрения патриотического. Демонстрация памяти тем традициям, а традиции Мигалова, они были, есть и не сомневаюсь, что останутся. Сегодня летчики авиаторы Мигаловские выполняют активную применение участия в решении задач в рамках проводимых мероприятий. Работы в самом сквере выполнены по программе «Жилье и городская среда». Помимо памятника истребителя в общественной зоне сделаны пешеходные дорожки и освещение, установлены скамейки. Также здесь обустроена парковка для автомобилей и велосипедов, открыты спортивная и детская площадки. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в этом проекте, особенно жителей города Твери, потому что именно их стараниями на федеральном ресурсе путем голосования была выбрана данная территория, данный проект. И я уверен, что это только начало большой работы по нашему благоустройству микрорайона Мигалова. Это тот случай, когда мечты сбываются. Мы с вами мечтали, чтобы в Мигалово появилась зона для отдыха. Но помимо зоны для отдыха мы получили еще и открытую площадку для уроков мужества. В этом году в Тверской области благоустраивают 71 общественную зону и 19 дворов в 38 муниципалитетах. Также идут работы над семью проектами, победившими во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды.